Развитие цифровых и информационных технологий, поддержка учителей, социально-некоммерческих организаций. Это ключевые темы очередного заседания Кабинета министров. Тему продолжит Дмитрий Ковалев. Перед тем, как обсудить вопросы повестки дня, глава региона подвел первые итоги единого госэкзамена. Его результаты превосходят ожидания. В республике только на ЕГЭ по математике более 500 выпускников преодолели порог 80 баллов. Девять школьников по математике сдали ЕГЭ на 100 баллов. Это во-первых. Во-вторых, касаясь другого базового предмета, это химия. Значит, тут последние данные, которые утром мне министр образования докладывал. 199 школьников сдали химию, 80 и более баллов практически. Это школьников. Это составляет 21,4%. То есть, можно сказать, каждый пятый школьник сдал химию на 80 и более баллов. На 100 баллов сдали ЕГЭ 13 школьников. Это дает возможность поступать без экзаменов по данному профилю в любой УЗ, не только Чувашской республики, но и Российской Федерации. Лучшие педагоги региона получат премии из федерального бюджета. Сегодня члены Кабмина утвердили порядок проведения конкурсного отбора. Раньше схема предоставления таких премий существовала, однако не требовалось разработки нормативного права акта на уровне субъектора федерации. К сведению, премии выплачивают за счет средств федерального бюджета. Ежегодно устанавливаются тысячи премий по 200 тысяч рублей. За последние годы 539 учителей Чувашской республики получили данные премии. По итогам конкурсного отбора правительство республики предоставит субсидии социально ориентированным организациям, которые оказывают безвозмездно правовую помощь. Организации в Чувашской республике 1276 зарегистрированы на территории Чувашской республики. На данном этапе 4 СОНК организуют бесплатную юридическую помощь в установленном порядке. Глава республики отметил, что за работы НКО, получающих субсидии и правительство, должен быть налажен в тотальной контроле. Чтобы они оказывали качественные услуги и шаговые доступности. Вот вопрос в этом заключается. Доступность этих услуг для наших жителей – это приоритетная наша задача. На повестке дня и развития цифровой экономики. В приоритете электронный документооборот. В республике свыше 70% жителей получают госуслуги удаленно. Ориентиры обозначены в национальном проекте. Мы должны довести до конца 2024 года о том, что порядка всех не менее 70% услуг, которые мы оказываем, должны вообще оказываться в полном, в электронном виде, без посещения соответствия ведомства. Большая работа была проведена по модернизации документооборота в офисах МФЦ. Появились новые функции этого портала. Это прежде всего отслеживание статуса заявлений, онлайн-запись. И самое главное – появилась возможность работать с пожизненными ситуациями непосредственно с самими заявителями. Большим параллером мы считаем это у нас внедрение нового портала геоинформационной технологии, портала открытых данных, на котором у нас любой субъект может наносить любые данные и соответственно их анализировать. Для прямого диалога между жителями и властями в республике работает система «Инцидент-менеджмент». Это система, которая нам позволяет мониторить социальное самочувствие наших граждан в пяти основных социальных сетях. Это ВКонтакте, Фейсбук, Инстаграм, Твиттер и Одноклассники. Система «Инцидент-менеджмент» позволяет не просто смотреть, какие инциденты обсуждаются нашими гражданами в социальных сетях, но и соответственно вовремя на них реагировать. Более доступной для отдаленных от столицы региона сел становится Всемирная сеть. За три года высокоскоростной интернет подведут ко всем социальным объектам. Расширяется и охват национальной телерадиокомпании. Теперь вещание налажено и в кабельных сетях Татарстана, Мариел и Ульяновской области. Дмитрий Ковалев, Алина Сусметова и Павел Редков. Республика.